Тора Первая глава в Торе, которая рассказывает нам об многих заповедях, это глава Бо. В Хумашмот глава Бо начинает про разные заповеди. Как считать год, как приносить пасхальную жертву, как праздновать Песах, как праздновать Песах. Там есть много заповедей, это первая глава в которой есть много заповедей, а до этого почти нету заповедей. Так почему же Тора начинает с тем, что Бог создал мир? Почему Тора началась отсюда? Силу его действий он сообщил народу дать ему наследство народов, Если другие народы скажут ли свои листья матем, вы же воры. Вы заняли землю всеми народами. Что они им ответят? Земля вся Бога. Он ее создал, и он дал тому, кому он посчитал нужно. По его желанию он дал вам, и по его желанию он забрал от вас и дал нам. То есть, Тора начинается создание мира, чтобы мы знали и ощущали, что есть хозяин и владыка мира. Мир не бесхозный. Бесхозный, кто первый захватил, кто первый занял, это его. Мир не бесхозный. Есть хозяин мира. И когда Бог велел евреям под руководством еще вину занять страну, Бог хозяин мира, и он дал это еврейскому народу. Бог дал землю Израилю еврейскому народу. И есть на это цель. На что? На что? За что? Давайте скажем не то, что за что, а давайте определим по-другому. Для чего? Почему евреи? Почему евреи? Потому что Бог выбрал Авраама. После него Ицрока. После него Якова. После него еврейский народ. Я бы сказал, определил по-другому. Не только за что, а для чего. Для чего в Таилим царь Давид пишет, как он говорит. Ваите им арцисгеи. Дал им земли народов. Вамау и лугум им ерошу. Труд народов они наследуют. Для чего? Гуман и ишмеру хуков. Чтобы они соблюдали его законы. У митцвейн совминцейру и соблюдали его заповеди. То есть, Бог дал, но не просто дал просто так. Он дал для цели. За что он дал? Потому что евреи потомки Авраама, Ицхака и Якова, и они идут по пути, который Бог хочет. И он дал им Тор. А для чего он дал? Чтобы они соблюдали там заповеди и жили по Торе. Земля Израиля, она замечательна тем, кто живет потом. И за это, для этого Бог ее дал. Тора сообщает нам подробно, что было создано в первый день, что во второй, в третий, в четвертый, в пятый, в шестой. Ну, мы знаем, что в третий были созданы растения. В четвертый светила, в пятый – птица и рыба, в шестой – животное, а потом человек. Теперь. Человек был создан после всех. С одной стороны, а с другой – так для чего? Так если человек выполняет свое предназначение как надо, живет по Торе, так это как всегда, когда раньше… Присаживайтесь поближе. Когда устраивают торжественную трапезу, то раньше расставляют столы, скатерти, угощения, а потом уже приходят жених и невеста, что ради них все это торжество. Так когда человек живет как надо, соответственно желанию Бога, то и человек, он внестворен. Если же нет, так медраж говорит на это, что ему говорят, послушай, а ты знаешь, комар появился на свет раньше тебя. Если вся твоя цель, вся твоя важность, что ты ешь и пьешь и спишь, то комар имеет тоже эти свойства. А он появился на свет раньше. Ездит, ты выполняешь свое предназначение, так человеком внестворен. Я хотел бы остановиться на основе создания человека. И то, что Тора нам говорит, «Бе целым эликим боро исэй». Бог его создал по образу… «Бог создал человека по образу Бога». Что это значит? Тора повторяет это. Сделаем человека быть целым эликим по нашему образу, быть мусэйным, похожим к нам. И Бог создал человека по его облику. Что это значит? Во-первых, мы знаем, что у человека, что у Бога нет ничего физического. Нет образа. Нет образа, нет… И не может быть и подобия. Что это значит? Этот вопрос уже поднимает Рамбам в своей книге Морене Бухэм. И он приводит другие подобия, другие подобия, которые значат какое-то подобие, не физическое. Физическое подобие. У Бога нет ничего… Нет ничего физического. Рамбам… Рамбам сам говорит подобие Бога. Мне кажется, он говорит потом, что у человека есть разум. Но, прежде всего, что значит подобие? В чем подобие? Что это значит? Я скажу, как это объясняет Рабхайм из Воложена в своей книге Нефешахайм. Во-первых, это он переписывает в общем линию Рамбама. Что значит целым? Он приводит так. В Таилим царь Давид говорит нам до миссии я был похож на эту птицу в пустыне, которая тоже скитается. Ну, скажите… Царь Давид говорит, что он был похож на эту птицу в пустыне, которая тоже скитается. Ну, скажите… У Давида в тот момент появились крылья и появился нос, как у этой птицы. Определенно нет. А что значит я стал подобие? Как эта птица скитается, так и он. Какое-то подобие. Теперь. Ну, что интересно. Тут Тора пишет очень четко. «Бе целым Элы Ким». Вы знаете, что есть несколько имен Бога. И они имеют разные основы, разные содержания. А что значит имя Элы Ким? Что это такое? Элы Ким – это значит, что Бог – хозяин всех сил. Это Элы Ким. То есть, слово Элы Ким, его корень – это сила. И поэтому, вообще, слово Элы Ким используется не только относительно Бога. Это используется относительно судьи. Это используется относительно ангелов. То есть, те, которые имеют сила теперь. Почему это пользуется относительно Бога? Потому что Бог – он сила всех сил. Он – Он – хозяин всех сил, которые есть в мире. То есть, все, что существует, существует благодаря тому, что Бог посылает в этот мир. И Бог своими, тем, что он посылает свое влияние в мир, только благодаря этому это существует. И не только в тот момент, когда он создал. Все продолжение существования, всего, что существует, благодаря тому, что Бог посылает каждый момент силы, чтобы это продолжало свое существование. Теперь, значит, слово Элы Ким – это вродыка всех сил. Теперь, какое же это имеет отношение к человеку? Мы же говорим целым Элы Ким. Что это значит? Бог – владыка всех сил. Но какое это имеет отношение к человеку? Так, оказывается, имеет и очень большое. Я читаю, как Рабхайм Воложин это определяет. Он создал человека и вложил в него духовную силу, что он стал владыкой на множество сил и миров, которые есть. Бог – передал его руки, что он может вести эти миры по его действиям, по его словам, по его мыслям. Он может вести мир и влиять на него, на все силы, в положительную сторону, а может влиять и в отрицательную. То есть, Бог передал человеку силы чем-то подобные, чем-то подобные, то, что есть у Бога. Это не то, что подобные Богу, но чем-то подобные этой линии, что есть у Бога. Что Бог посылает свое влияние в мир. И только благодаря этому, все, что в мире существует, существует только благодаря этому. Но теперь он передал в руки человека силы влиять и на все, что находится на массу миров. Своими добрыми делами он дает силы во многие духовные миры, прибавляет в них святый свет. Мы же говорим, что те, кто учит Тору... Так написано... Геморраг говорит, а ты хребанаях эго бейноях. Не читай твои дети на тех, кто строит. Тем, что человек учит Тору, он влияет и строит миры. Тем, что человек делает, выполняет заповеди, он влияет на множество миров. Он как? Строит. В этом, в этом и есть подобие человека Богу. Бог создал эти миры и посылает на них свое влияние. А человек своими хорошими действиями посылает добавочно свет в эти миры. Положительное влияние. И то же самое, наоборот, нехорошими действиями. Он уменьшает свет в этих мирах. То есть человек имеет удивительную силу, влияние на множество миров. Как сильнее человека получается? Что он может добавить из того, что в данном? Темнее его создатели? Хасвахалива. Есть Бог руководит. А что он может добавить? У кого больше? Нет, нет, послушай, не то, что добавит. Бог так создал человека, что своими действиями он влияет на то, что Бог посылает в этот мир. Бог может послать больше света духовного, а может меньше. И это, и вот это влияние он передал в руки человека. Это как бы укрепляет тот свет, увеличивает тот свет, что Бог посылает в этот мир. И когда мы это, когда человек это ощущает, это, говорит, какие могучие силы Бог передал в руки каждого из нас. После дарования Тора, то эти могучие духовные силы Бог передал именно в руки еврейского народа. Есть медраж, который говорит про наших врагов, которые разрушили храм. Вы знаете, что медраж говорит об этом? Что вообще-то, что они уже перемолотые, муку перемололи. То есть, духовные силы забрали те, которые вели себя не как надо. А то, что они сделали, это уже... Они только это осуществили физически. Основное, духовное, это влияние у евреев того поколения. Теперь, хотел бы остановиться, раз уж мы говорим о создании первого человека. И основная сила его была сила выбора. Потому что все, что есть в мире животные, у них есть инстинкты. Сила выбора Бог передал только в руки человека. И эта сила выбора и возможность выбора как раз связана с этим могучим влиянием на мир. Потому что человек может выбрать. Идти по хорошему пути или не по хорошему. Тогда он выбирает. Вот эта сила выбора, это великая сила, которую Бог передал человеку. Выбор. Раз Бог передал человеку выбор, то и задается вопрос. А что же тогда произошло? Когда человек, Адам, поел от плода и сада, с которой Бог ему запретил. Выбор был у человека и раньше тоже. Что произошло? Что произошло? Что изменилось в мире? Я понимаю, что был выбор хорошего и не был хорошего. Хорошего от хорошего. После этого появилось плохое. Угу. Выбор между плохим и хорошим. А раньше не было так плохого. Если было хорошо, можно выбрать хорошее или лучшее. Послушайте. Выбор у человека был. Между чем? Между хорошим и плохим. Но был. И как вы видите, человек нарушил или нет? Скажите, Раби-Уга. Он нарушил или нет? Что нарушил? То, что Бог ему велел делать. Нарушил запрет. Он имел выбор или нет? Имел? Да. Хороший, плохой и не ниже. Нет. Имел выбор. Имел выбор. Но вопрос другой. Выбор человека имеет совершенно разные уровни и разные формы выбора. Была принципиальная разница между формами выбора. первого человека Адама до греха и после. В чем была разница? До греха. Так это тоже объясняет Рафаим Воложина дальше. Он объясняет так, что до греха человек мог нарушить. И вы же видите, что он нарушил. Значит, был выбор или не был? Был. Но другая форма выбора. Другой уровень выбора. То есть, скажите, человек может сделать любое действие. Он может всунуть палец в огонь. Может. Но он пойдет это делать? Обычно нет. То есть, он мог это сделать. Это выбор. А? А? Это выбор. А? Принципиальная разница до этого греха и после была в том, что до этого греха сила, которая уговарила его к плохому, была вне его. Была снаружи, не внутри. И вы же видите, что не он сам захотел, и не его жена Хава захотела. Пришел змей снаружи и пошел уговаривать. Правильно? Так силы зла были вне его. Он сам был чист. Но что? Он имел возможность войти и сделать действие нехорошее, если его кто-то снаружи будет уговаривать. То есть, зло было вне его, снаружи. Выбор был и до этого, потому что это основа и главная цель творения. Главная цель творения, Бог создал такое творение человека, что он может выбрать хорошее и может выбрать плохое. И тогда, когда он выберет хорошее, то ему будет положено добро по закону. Это не просто подарок или подачка. Когда он выбирает хорошее, ему это полагается. Так это объясняет Армей Шахай Муцату. Желание Бога было делать добро с человеком, а настоящее добро, когда человек получает то, что ему прочитается по правилам, не просто как бесплатный подарок. А для этого нужен был выбор. И тогда, когда он это делает, то он получает то, что ему полагается. Теперь так. Выбор был и раньше, но был другой уровень выбора. Зло было вне его. И змей, его можно было уговорить делать плохое. Что? Он заразил его злом? Не то, что заразил. Что за зло пошло? Что за зло? Делать против того, что Бог велит. Это и есть зло. Теперь. До этого была такая возможность, но она была вне его. Он сам был кристально чист. Но он имел возможность войти в нехорошее. А вы знаете, что есть такое качество. Человек хочет увидеть, а как это будет выглядеть тогда. Это, по-видимому, было одной из причин, как он, вот это любопытство, как будет выглядеть мир. Одна сторона, а другая сторона, что, может быть, первый человек, Адам, думал так. Сейчас я что-то делаю приятное перед Богом. Я имею очень маленькую возможность испытания. Вот если я попаду в другое положение, что там будет испытание, и я его выдержу, это что-то стоит. А так? Но он не понял, и не знал, и не мог знать, что после того, как он сделает это нарушение, то он попадет не просто более сложное испытание. Он попадет в полную темноту. Не знает, что хорошо, что стоит делать, что нет. Он попадет совсем в другое положение. И одно из изменений, что произошло, что добро и зло перемешалось в мире и у человека. И возможность зла вошла в него самого. То есть первый человек, Адам, до этого греха, он мог как бы обсуждать так. Змей меня уговаривает. Я могу с него согласиться, я могу не согласиться. Но не было такого, я хочу. Я хочу это, я хочу это сделать. И, а вот после греха это вошло в него самого. Люди утверждают, мне хочется сделать то, мне хочется сделать то. Иногда это хорошо, иногда это плохо. Не по-то. это изменение, которое уже произошло после этого греха. А вообще-то говоря, раз уж мы говорим про выбор, то выбор... И у нас тоже бывает выбор совершенно разного уровня. Он дает пример какого-то парня, который учится в среднего. В чем у него может быть выбор? Ну, скажите, не встать утром, одеть тфелины, читать шма. Это определенно он сделает. Даже и Минхон тоже будет молиться. Это с одной стороны. Это ниже его уровня выбора, это он определенно сделает. А вот, допустим, есть люди, которые в полночь плачут о разрушенном храме. Для среднего ученика и живы это даже выше его уровня выбора. Он это не так ощущает. Он знает об этом, но ощущать это сердцем. чтобы действительно плакать об этом, он до этого пока не дошел. Есть что-то, которое ниже его уровня выбора, которое он определенно не нарушит, а есть что-то выше его уровня выбора. А где же его уровень выбора? Учиться более средоточенно, менее средоточенно. Молиться более средоточенно, меньше. Как с товарищем вести себя более деликатно, менее. То есть, это, как говорится, он называет это точкой выбора. Это точка, на которой лежит его уровень выбора. Между прочим, эта точка имеется у любого человека. У какого-то вора-бандита воровать или не воровать, это не вопрос. Это же профессия, нет? А вот убивать или не убивать, это его уровень выбора. То есть, у каждого есть свой уровень, свое положение. Человек растет дальше, его уровень растет. Кто-то спросит, а как же это происходит? Получается, что есть такие места, в которых он уже не выбирает. Так это лучше или хуже? Это лучше. Это же он достиг своей работы, он продвигается выше. И он как бы захватывает новые территории. Вы знаете, что когда идет война между двумя странами, между двумя армиями, есть территория пока у этой страны, территория, которая у другой. А есть территория, на которой идет битва. Пока человек борется, воюет, так он захватывает новые территории. Теперь, то, что он сейчас это делает, сейчас у него так и нет на это войны. Но это он получил, благодаря своей работе. И это его большая заслуга. И так человек работает над собой, пока он занимает еще территорию, еще территорию и так далее. Но это уже вопросы уровня выбора. У нас сейчас, уже после греха первого человека Адаму. И это идет постепенно с работой над собой, меняется уровень человека. Человек начинает что-то и постепенно привыкает, что это он уже выполняет. И так поднимает, он поднимает свой уровень. А вот этот переход, который был у первого человека Адама, он был, так сказать, как скачок. Так, желание к злу было вне его, а сейчас это пошло внутри. Человек, когда он хочет что-то, что нельзя, что люди говорят. Нельзя, но я хочу. Я хочу. У Адама этого не было. Был вопрос, сделать или нет. Что? Желание он не съел бы. Нельзя было, но он съел. Нельзя было, но он сделал. Шамбарец. Нельзя было, он сделал. Он сделал, но не было, но не было так внутри него. Это изменилось и стало, да? Любопытство у него было. Любопытство значит, что будет дальше. Любопытство, это же я хочу, я хочу знать. Если у него не было внутри неба и Ельцарара, то это начало. Не Ельцарара, но просто желание узнать, а как выглядит что-то другое. Впрочем, любопытство имеет, любопытство не обязательно Ельцарара. Любопытство может быть и положительное. Это одно из качеств, что есть у человека. И как раз это качество можно много использовать. Благодаря чему человек узнает многие вопросы и анализирует в учебе. К тому же качество любопытства. К тому же качество любопытства. Это качество, которое Бог вложил, чтобы он узнал новое. У него был интерес к чему-то. Это не обязательно Ельцарара. Но в Всевышнем же этого качества нет. То есть в этом нет подобия Всевышнему? Хорошо. Подобие Всевышнему только... То, что я вам сказал. В том, что человек... Парабхайм Воложина... Парамбаму это одно понимание. В чем подобие. А Парабхайм Воложина, что... Он интересно подчеркивает, что это именно имя Элаким. Элаким, значит, сила всех сил, Владыка. Что Бог влияет на все силы. И вот это... Силу влияния на миров имеет только человек. Не ангелы... Понятно, не животные. И не ангелы тоже. В этом... В этом преимущество человека над ангелом. Вот это тоже вопрос, который поднимают. А кто выше, человек или ангел? Есть места, в которые говорят, что человек выше. Есть места, в которые говорят, что ангел выше. Но это не противоречие. В духовности ангел выше человека. У него нет страстей и так далее. А вот в силе расти выше и возможности своими действиями влиять на мир, это имеет человек. Ангел этого не имеет. Бог создал такие творения ангелы, которые, естественно, делают желание Бога. Но это совсем другое качество. А в человека вместе с его силой выбора и возможностью выбирать, Бог вложил в него могучие силы влиять на духовный свет Бога в эти миры, чтобы было больше духовного света или меньше. Интересно. Это обращает внимание Рамбан, что все существа Бог изначально создал парами. Самец и самка. А у человека Бог создал по-другому. Он создал Адама. И потом человек, Адам, не нашел помощника, который соответствовал ему. И тогда Бог создал Хаву и привел ее к Адаму. Есть разные мидражи. Есть мидраж. Есть мнение. Вместе создал как два тела соединенные. Есть мнение, что из части тела Адама он сделал женщину. Я понимаю, что Рамбан идет по линии, что он из части тела человека сделал женщину. Из части Адама. Так Рамбан говорит тут интересное объяснение. Почему? Почему он человека сделал по-другому, чем другие создания. Почему? Своему подобию? Рамбан пишет так. В моих глазах выглядит, что животные, у них нету связь. Обычно нет связи между самцами и самками. Нету. Может быть. Но обычно у них нету. И Бог сделал, что женщина, она как бы была создана кость из его кости и мясо из его мяса. Он прилепился к ней. И он хочет, чтобы она была постоянно с ним. И так как Бог это создал у человека, это вложено, эта природа вошла в потомки человека. Адама тоже. Потом, что муж имеет большую эмоциональную связь с своей женой. И Рамбан так объясняет эту фразу вторы. Поэтому человек оставляет отца и мать, и приобретается к жене, и они становятся единым телом. Что это значит? Рамбан объясняет это так. Мужчина оставляет своего отца и мать, что наибольшая связь была у каждого человека с родителями. А когда он женится, он приобретается к своей жене, и они становятся как одно. То есть, Бог заранее так сделал, не заранее, Бог специально создал у человека так, чтобы жен хава была сделана частью его тела, чтобы это было в природе человека. Что муж связан с женой, а жена связана с мужем. То есть, другими словами, тем, что Бог так сделал, Он создал семью, и близость в семье между мужем и женой. Это же святое, человек не может отказаться от отца и матери. Раби Гуде, Раби Гуде, никто не говорит, чтобы человек отказывался от родителей. И к родителям есть обязанности любить и почитать. Но, прочитать, но... Раби Гуде, Раби Гуде, вы правы. Бог так это сделал. Уже... Раз уж мы это упоминаем, я скажу интересное замечание. Есть два сравнения отношения между Богом и еврейским народом. Мы встречаем два сравнения в Торе и в Танахе. Какие два сравнения? Одно. Бони маты млаше мала кейхам, вы сыновья Бога. А второе. Как жених и невеста. Но знаете что? Перед объяснением этого, я все-таки хочу закончить мысль насчет... Значит, то, что Рамбан нам говорит... Рамбан говорит, что Бог это сделал специально. Чтобы первая женщина Хала была создана из части человека и части Адама. Чтобы была эмоциональная близость между Адамом и его женой. И это чтобы вошло дальше продолжение человеческого рода. Чтобы была большая близость между мужем и женой. Другими словами, это было создание семьи. То, что Бог создал... Раньше создал Адама. А потом он почувствовал, что ему что-то не... Ему не хватает помощника. И он создал... Когда он спал, создал и часть его тела. Создал Хавлу. Это создало эмоциональную близость. И кроме того, он почувствовал, что... Во-первых, он почувствовал, что ему нужна помощница. И эта помощница, как бы часть его тела, она связана с ним. То, что Адама говорит, это тоже верно. Это верно, как раз очень верно. А насчет отношения Бога к еврейскому народу, есть два сравнения. Есть сравнения. Бонни матем вашим алакехом, вы сыновья Бога. А есть сравнения, как жених и невеста. В чем тут... Что добавляет одно сравнение к другому? То, что мы говорим... То, что написано в Туре, вы сыновья Бога. Это означает, что есть естественная, вечная, неразрушимая связь между Богом и еврейским народом. Это сыновья. Человек никаким образом не может порвать эту связь своим сыном. То же самое отношение между Богом и еврейским народом. Но, с другой стороны, теплота этой связи может быть больше и может быть меньше. И на этом как раз к этому подходит сравнение между женихом и невестой. Когда невеста относится теплее к жениху, соответственно, взаимно жених относится теплее к невесте. И то же самое, когда жених относится теплее к невесте. То есть невеста относится теплее к жениху. То есть, есть тут взаимность. В отношениях между Богом и еврейским народом есть взаимность. Есть как уровень отношений, который вечен и всегда-навсегда остается. А вот какой уровень близости, это может быть зависит от теплоты нашей к Богу. Зависит теплота Богу к нам. А бывает иногда теплота Бога. Пробуждается теплота еврейского народа. Бывает теплота еврейского народа к Богу. Пробуждается и усиливается теплота Бога к еврейскому народу. Да. Так мы пока... Просьба, предложение. Давайте. Мы же занимаемся всегда этой книгой. Да. Чтобы были книги. Ага. Тут есть хумаши? Нет. А второе, наверное, чтобы что-то было столик или стол какой-нибудь. Или стендер. Как обычно занимаемся. А таксисты слушающие... А, рыбарь, что вы говорите на эти предложения? Нет, стол может быть, стол. Это произойдет, раздвижная, как бы, конечно, стол. И чтобы увидеть... Хумаши. Всегда мы так занимаемся. Хорошо, хорошо. Потому что сейчас пока работаем больше времени, а то будет, пусть по тексту... Какая цель будет создание змеи? Чтобы вознять? Победим? Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Возможность... Возможность облазниться. А дальше ты уже пойди на поводу или не пойди. Дал задание. Дал задание. Из-за этого тебя на брюхо подбросили. Брюхо... Он же выполнил задание всевышнего. Чтобы испытать человека, проверить человека. Да. А? Нет? Проверить. Человеки выдержали. По-настоящему испытания дают человеку, чтобы он их хорошо выдержал и прошел. И тогда его духовный уровень поднимается... Заработать. Да? А здесь, получается, что заранее нас не выдержал? Смотрите. Выбор человека остается. Это одна из удивительных загадок, на котором останавливается уже рамбом. Ну, сейчас у нас же нет времени, но, блин, Эдварь, конечно, может, разберем подробнее. Насчет удивительной загадки. Бог же знает, что будет. А с другой стороны, есть свобода выбора. Но это... К нам, как Бог это знает, это к нам не относится. Бог знает. Хорошо. 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 Хорошо.